Валентин Васильевич, ну какое у Вас настроение перед очередной русской зимой? Оно боевое, это не связано с тем, что я когда-то был не боевым и стал таковым. Мне кажется, что легкая атлетика развивается, есть традиционные мероприятия, наша деятельность в сборной команде продолжается, проводится сбор, спортсменные тренируются, готовимся к соревнованиям. А то, что мне могло быть спортивное настроение, Вы прекрасно понимаете, но тем не менее настроение позитивно. Я считаю, что, конечно же, министр прав, говоря о том, что наша структура несколько несовременная, поэтому необходимо ее перестроить в деятельность Федерации. Второе, то, что необходимо так, чтобы наша перестройка, она коснулась всех аспектов негативных, связанных с допингом, и мы должны были принять адекватные меры. Я хотел бы, чтобы мировое спортивное сообщество поняло, что, конечно же, за нами есть, у нас есть проблемы, за нами стоит вина в этих случаях. И я об этом говорил. Но, с другой стороны, надо принимать все за чистую монету. Особенно фильм, который, по нашим сведениям, сложный неверный факт. Мы продели необходимое расследование, верить в то, что наши спортсмены, трениры, которые являются фигурантами этого фильма, сфабрикованные, они, говори, совершенно в других вещах. Так что, ну, мы будем продолжать борьбу за российскую легкую отличку. Как Вы думаете, почему именно сейчас произошел такой мощный вброс? Ну, знаете, подготовка шла летом, еще в августе месяце. Были некоторые намерки и некоторые обращения в наш адрес. Распускались разного рода слухи, которые, наверное, служили рекламой этому фильму. У меня дела не это. У меня дело в том, чтобы все это поверили, совершенно быстро, спокойно, все наши западные коллеги. Но речь не только о фильме, но и о центре, в Саранском спортивной ходьбе. Ну, Саранский центр находится, в данном случае, в несверимой компетентности. Расследованием ситуации занимается Русада, поэтому хотелось бы, чтобы вы брать риск. Вы всегда позиционировали себя ярым борцом с допингом, да? Да, и Вы думаете, что, говорясь вот так, яро, открыто, я втихаря приходил к атлетам ночью, делая ему уколы и давал необходимые рекомендации тренера. Конечно же, ничего не было. Дело в том, что эта борьба, она будет бесконечной, мне кажется. Потому что эта борьба находится уже... Она вышла из сферы этики, наверное, частью экономической сферы. Это многофакторный вопрос. Надо проводить борьбу с адекватной угрозой. В настоящее время мы получили серьезный урок. Если жизнь позволит, мы должны только усвоить его и двигаться дальше уже без этих проблем. Как будет, кстати, организован допинг-контроль на русской земле? Ну, не знаю, количество проб, обычно стандартная процедура. Количество проб берутся победители. В виде свободного выбора кто-то выбирает, кто-то тягивает фамилии, места в забегах. И это процедура, которая достаточно простая и объективная. И что Вы хотите сказать болельщикам сегодня? Обратиться, если... А, в пяти, потому что в этот раз, например, 24-й раз, это предмелейный старт. Поэтому приходите, Вы увидите много-много интересного на арене. И легкая архитика будет продолжать жить в российском? Вы знаете, дело в том, что спорт на самом-то себе так устроен, что независимо от того, что происходит с его руководителем, спорт развивается. Я имею в виду, легкая архитика развивается. Я думаю, что все будет нормально в далеком будущем. Мы уйдем, решим все эти вопросы и будем двигаться дальше с гордо поднятой головой. Спасибо, Владимир. Спасибо, пожалуйста.